Борьба со снегом продолжается и на дорогах Наринмара. Недавние метели и аномально теплая весна коммунальным службам подарили немало хлопот. Сильный гололед, снежные заносы и скользкие тротуары – проблема сейчас номер один. Роман Христюк отправился в рейс с хозяйственниками, чтобы понять, кто где и как убирает наш город. Наринмар – заполярная столица. Большую часть года здесь зима. Метели не редкость, а снега тысячи тонн. Сегодня мы решили познакомиться поближе с теми, кто борется со снежной стихией. Огромные сугробы, снежные переметы и гололед – для них это непогодное явление, работа, которую необходимо выполнить в срок. Процесс непрерывный, уборка в режиме нон-стоп. Борцы со стихией, впрочем, не жалуются. Я очень люблю свою работу, так как считаю, что мы делаем очень важную работу, тем более на кону день города, юбилей, 80 лет. В середине зимы обильные снегопады сделали свое дело. Город погрузился под огромный слой снега. Коммунальщики успевали убирать только главные дороги и некоторые дворы. С обновлением автопарка работа хозяйственников наладилась. Теперь из городских улиц регулярно вывозят сотни кубов снега. Встали мы рано, как-то подготовка, что такое, 7 часов мы будем до работы, когда было скоро. 8.30 в выезд. В течение дня работаем на время, спокойно. Обед в 12 на часу. 5.56 мы уже намажены. Там, где техники не развернутся, орудуют труженики коммунальных и дорожных служб. Они освобождают от снежной блокады остановки, подступы к подъездам и тротуары. Скользкие участки подсыпают песком, особое внимание уделяет социальным объектам. Кстати, чтобы не затруднять движение транспорту, хозяйственники часто работают даже ночью. Главные улицы города превращаются в театр боевых действий. Днем и ночью мы всегда готовы работать, чтобы нашим гражданам удобно жилось и комфортно в городе Наринмар. Работа коммунальщиков и опасна, и трудна. Даже страшно представить, что будет, если их не будет. Да, порой не успевают. Да, где-то опоздали. Впрочем, это же Заполярье. Утром ясно, в обед уже снегопад. И какие бы погода не преподнесла сюрпризы, днем и ночью они всегда на боевом посту. Роман Крестюк, Роман Гелемарский, Телеканал Север. Роман Крестюк, Роман Гелемарский, Телеканал Север.